Всем привет! Audi A6 C5 2.5 TDI Сломался вал турбины Случай очень нехороший Сначала пропала тяга Потом пошел белый дым из глушителя Когда Хозяин заглушил автомобиль Он продолжал Сам работать Работал, поддерживая обороты около 3000 И при этом Работал минут 20 Явно, что масло моторное попало во впуск И двигатель работал на моторном масле Ну что ж, давайте посмотрим Что мы сейчас имеем Снял впускной коллектор Снял патрубок Подачи воздуха на турбину Ну, смотрим нашу турбинку Видно, что оська Она полностью болтается Гаечка открутилась Гаечка лежала в корпусе Воздушного фильтра Сам Воздушный фильтр принял Вот такой вот вид Непонятно Может быть, он такой и был Как будто бы вода попала Но здесь все сухо Идеально Может быть, все-таки Что его так Хотело засосать Но Он все-таки выдержал Впускной коллектор Ну, здесь, конечно Вся машина в масле Скажем так Да То есть Ну, вот Сразу заметно То, что С системой EGR Реально масло У нас висит На трубке Да, и на впуске То же самое Оно висит Там внутри Масло не стоит Нет такого Чтобы там оно Прямо стояло Такого как бы нету Вот Ну, все Мокрое Поэтому, конечно же Перед тем, как Завести Хорошо было бы Наверное Открутить свечи Чтобы и покрутить Либо стартером Либо за коленвал Если вдруг Масло будет в цилиндрах Чтобы оно Через свечные колодцы Вышло Из двигателя Так Ну, пока Ничего страшного не видно Ремни все на месте Вот Все как бы Натянуты Поэтому Будем снимать Турбинку Масло во впуске Явно будет Потому что Я взял впускной коллектор Его повернул И сразу Оттуда у нас Потекло Причем Больше потекло Через Патрубок EGR Вот Ну, уже Остало капать Всего лишь То есть Явно Маслица есть Поэтому Конечно Не мешало бы Посмотреть Что там у нас В интеркулере Турбина Снимается Не сложно Ну, конечно Есть, как всегда Нюансы Первый нюанс То, что Если у нас Атомобиль рестайлинг Вот с таким вот Катализатором Который стоит Сразу за турбиной Необходимо Выкручивать Откручивать Глушитель Вместе с этими Шпильками То есть Надо открутить Накручиваем Две гаечки На шпильку И я уже Открутил И выкручиваем Саму шпильку Если мы шпильку Не выкрутим Мы просто Не соединим Глушитель От турбины Нам эти шпильки Очень сильно Будут мешать Вот Первый нюанс И второй нюанс Это, конечно же Сзади Крепление Самой турбины То есть Три гаечки Откручиваются Хорошо А вот Четвертая Которая стоит Относительно Нас Слева К нам Ближе сюда Очень тяжело Вот Я для этого Сделал Такой вот Специальный Ключ Сварил Вот На 12 Ну, как правда Там гаечки На 12 И более того Я его еще Немножко подрезал То есть Вот эта вот Грань Вот Получается У нас Сверху Справа Я срезал Чтобы можно было Одевать ключ На гайку Ну, в принципе Вот и все Нюансы И снимаем Турбинку Открутил Все 4 гайки Сзади Турбина Уже у нас Болтается Также Снимаем Трубку Откручиваем Болт Подачи масла На турбину И Сзади Есть Патрубок Воздушный Который Выход Воздуха Вот Я этот патрубок Стянул С турбины С нижней части Турбины И сейчас Турбину Можно Извлекать Конечно Извлекается Тоже Не очень удобно Но Можно ее Достать Проверяем Уровень масла Сколько у нас Осталось масла После того Как оно Вытекалось Через турбинку Ну Самый нижний Уровень Самая бабушка Нижняя То есть Здесь Литра 2 Танера точно У нас ушло Турбина Снята Смотрим Еще раз Состояние Холодной Крыльчатки Видно Что там Она болтается Просто Напросто Так Горячая часть А вот Горячей части Тут у нас Такой Серьезный Такой Нагар То есть Видно Что масло Горело Просто Нещадно Вот Ну что Интерес Разберу Посмотрим В каком же месте У нас сломался Вал Отделил Горячую часть Улитки Сразу Вывалилась Крыльчатка Горячей части Вот То есть И тут Сразу Можно сказать Что Явное Дело в том Что Вал Сломался Сейчас Попробую Настроить Видно Что Вал Сломан Вот Такие Здесь Как бы Места Остались Как будто Ну реально Он просто Отломался Вот Ну Скажу так Что Такое Я встречал Допустим Крайне редко У меня вообще Это второй случай На моей памяти Там у нас Холодная часть Осталась Холодная Крыльчатка Это у нас Выпускная Горячая Вот Так Естественно Творило много Бед Потому что Масло Которое Здесь Стекло Видно Что оно Все Осталось Горячей части То есть Там Очень Очень Много И Геометрия Уже Абсолютно Не ходит Хотя До этого Она Прекрасно Ходила Ну До Поломки Вот Ну Что ж Ставим Другую турбину За Другую турбину Люфт Небольшой Осевого Люфта Вообще Нет Только Радиально Небольшой Но Вот Геометрия Вопрос Потому что Походу Долго Лежала Турбинка И Вот Смотрите Я Сейчас Создаю Разрежение И Шток Он Идет Но Он Подклинивает То есть Это уже Будет Нездорово Вроде бы Он Идет Вот Немножко Я так Поработал Он Немножко Расходился Но Это Нездорово Потому что Явно Там Уже Мусора Тоже Накопилось Отложилось И он Будет Потом Нам Мешать И Создавать Недодувы И Передувы Поэтому Лучше Ее Разобрать И Почистить Турбина Стоит На своем Месте Все Собираю Нюансы Во-первых Перед тем Как Ставить Болт Сверху Через Который Подается Масло Необходимо В турбинку Залить Чистое Моторное Масло Во-вторых Необходимо На самом Болту Поменять Две Эти Медные Шайбочки Которые Держат Магистраль Подачи Масла Турбина Этого Трубка Если Вы думаете Что Зажмете Старые Шайбочки То Шансов Очень Мало Потому Что Во-первых Зажимать Здесь Сильно Нельзя Усилие Зажатия Всего Лишь 15 Ньютонов На Метр Во-вторых Сам Болт Пустотелый То Есть Он Рвет Сломается Очень Легко И В-третьих Сама Трубка Вот Эта Которая Подает Масло Вот Она Другая Стоит Есть Такая Другая Сейчас Покажу Вот Она Сама Пустотелая Тоже То Есть Внутри Тоже Там Как бы Пусто И Если Мы Будем Ее Пережимать Она Просто Сплющивается Внутрь Грани Эти Нарушаются Плоскость Нарушается И Она Уже Масло Держать Не Будет Поэтому Новые Шайбочки И 15 Ньютонов На Метр Зажимаем В И То Как бы Не Рекомендуется Попробовал Выкрутить Свечи Накала Ни Одна Из Шести Накала Не Выкрутилась Вот Поэтому Посмотреть Что Там Масло В Цилиндре Как Бы Сложно Ну Что Сделал Включил Шестую Передачу Здесь Механика Покрутил За колесо Соответственно У нас Покрутился Коленвал Включились Распредвалы Сопротивление Я Никакого Не Услышал Вот И Посоединю Заслонку Воздушную Чтобы Если что Мог Закрыть Заслонку Чтобы Воздух Не шел Во Впуск Лишний Сопротивление 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 ну вот все в масле сейчас объясню почему поставил турбину машинка завелась специально я поставил впускной коллектор чтобы если что можно было данной заслонкой перекрыть доступ воздуха к двигателю вот но вот это патрубок не одевал потом посоединил на турбинку на квадратурбинный вакуум сделал так чтобы шток поднялся и соответственно немножко газанул и все масло ну конечно не все еще наверно масло которое у нас собралось в интеркулере в интеркулере вот в это вот радиаторе охлаждения воздуха на турбину все это масло по крайней мере часть его тут же выплеснулась вперед вот друзья ну да конечно масло там еще значит очень очень много осталось поэтому в любом случае лучше всего это снять бампер и снять радиатор интеркулера и его промыть потому что вот это лишнее масло оно пойдет во впуск и чтобы опять мотор не пошел в разнос не стала работать на масле это очень и очень плохо вот так друзья ну турбину поменял получается что она по итогу ничего нам не сломала все закончилось хорошо поэтому ну очень рекомендую вот эти вот заслонки не выбрасывать которая перекрывает поток воздуха на вкус потому что именно благодаря этой заслонки когда мы включаем зажигание она перекрывает доступ воздуха и машина будет работать если что даже только на том что здесь осталось больше ничего в двигатель не пойдет я думаю что благодаря именно этой заслонки мотор еще остался здесь живой вот так всем спасибо и удачи